Всем добрый день! Сегодня мы будем читать книгу Томаса и его друзей. Называется книга Лучшая история паровозики Томаси. Тут у нас они все и нарисованы. Это у нас Томас, это у нас Дань, кто это? Это у нас Перси, ну тут у нас Дизель, как его звать? Мэйс. Хиро. Почтальон. Эмили. Эмили. Перси, Почтальон. Ой, Перси, Почтальон, ну вот, я всех не могу запомнить. Ну это Гордон, этого я точно помню. Это Виктор и... Нет, Генри. Генри и... Эдвард. Эдвард. Ну так вот, давайте читать. Открываем книжку, тут много историй. Вот у нас Томас. Улыбчивый. Улыбчивый. И первая история у нас называется «Томас приносит пользу». А здесь кто это? Это леди. Это даже я знаю. Томас приносит пользу вместе с леди. Вместе с леди. Ну что ж, начнем читать историю. У жителей Содера было много дел. Толстый инспектор уехал в отпуск. И паровозы очень старались быть полезными. Но Томас совсем не считал себя таковым. Вот он даже здесь у нас грустненький, да? Да, нет. Джеймс дразнил паровозика за то, что он врезался в ограждение, а Гордон отругал за опоздание. Из-за этого Томас почувствовал себя совсем ненужным. Нужный? Это значит большой, сказал Томасу Гордон. Вот мы большие паровозики, а ты маленький. Подумаешь, паровозик, паровозик, проворчал Томас. Я еще всем покажу. Видишь, они над ним посмеялись даже. Но Томас, казалось, что он еще всем им покажет. Маленькие паровозики тоже способны на великие дела, сказал Томас сам себе. Особенно, если я не такого красивого голубого цвета, как я. Я как раз в это время пролетал мимо вертолет Гарольд. Он поднял облако пыли, и красивые голубые бока Томаса стали серыми. Ты знаешь, это потому, что они запылились. Два гадких дизеля начали смеяться над малышом. Ну и грязнули, хохотали они. А как этих дизелей звать? А, Дань? Сплаттер и дочь. Ну, пусть будет так. Пытаем дальше. Томас еще сильнее захотел доказать всем, что маленькие паровозики тоже могут быть полезными. Вчера он доставил почту точно по расписанию и даже не опоздал. Томас даже успел даже Утешил Перси. Утешил Перси, который опоздал и очень огорчился. Ты мне подсказывай, Дань. Иногда. На следующее утро паровозик встретил Генри. Тот был очень-очень грустным. Доброе утро, Генри, прогудел Томас. Что случилось? Котел барахлит, ответил Генри. «Хочешь, я привезу тебе лучшего угля?» Предложил голубой паровозик. «Спасибо, Томас!» обрадовался Генри. «От него меня обязательно станет лучше!» Томас улыбнулся. Наконец-то он мог принести пользу. А здесь что жило? Давай дальше читать. Паровозик доехал до самого конца ветки и остановился у старых заграждений. Дальше пути не было. Прицеп прицепив два вагона с углем, Томас пустился в обратный путь паровозик и не заметил, как последний вагон оторвался и тихонько покатился назад. Вагон врезался в старые заграждения и вдруг исчез! Вот он, этот вагончик. Такой забыл? Такой. «Я только что был у старых заграждений», пожаловался Томас Перси и потерял последний вагон. Он просто пропал. Перси разволновался, а вдруг за этими ограждениями находится волшебная железная дорога», воскликнул он. Все паровозики знали легенду о волшебной железной дороге и ее фее, прекрасной золотой леди. «Я люблю леди!» Ее еще называют «Голден леди». «Голден»? Да. Леди давно исчезла, вместе с ней пропали и пути. «Перси, какой ты умный!» радостно воскликнул Томас. Паровозик помчался обратно к старым заграждениям. Он очень хотел, чтобы леди вернулась. «Что если я попаду в волшебную железную дорогу и мои колеса перестанут крутиться?» волновался Томас. «А вдруг там темно?» Но смелый малыш не останавливался. Он добрался до старых заграждений и поехал сквозь них. Конечно. И где он оказался? Давай проверим, прочитаем дальше. «Но на волшебной железной дороге было темно, страшно, но очень красиво. Томас нашел свой потерянный вагон с углем. Прицепив его, он поехал дальше. Паровозик очутился в мире, который никогда раньше не видел. Здесь жила золотая леди. леди». Вот она. «А здесь золотая леди?» «Вот, конечно». «Смотри, она приехала, и они здесь золотые». «Золотой леди золотые рельсы». «Золотая леди» «Золотая пыльца». «Это когда она едет, вот летит такая золотая пыльца». Леди не ездила уже много лет, но лечебный уголь с острова Содера вернул ей силы, и с ее трубы снова повалил пар. Золотая леди была очень счастлива. Рельсы, по которым она ехала, становились золотыми и блестящими. Золотые стружки летели у нее из-под колес и опускались на шпалы. Волшебная железная дорога вновь возвращалась к жизни. Вот такой у нас селенький Томас. Томас и леди промчались сквозь заграждение и ощутились на острове Содер. «Да здравствует Томас!» радостно закричали паровозы. Леди вернулась и волшебная железная дорога снова будет работать. «Видите?» сказал Томас. «Маленькие паровозы тоже могут приносить большую пользу». Срочная доставка. Срочная доставка. Это вторая история, да, в этой книжке? Да. Подожди. Срочную доставку мы прочитаем чуть позже. доставка. Срочная